Аллу Пугачёву испил известный телеведущий. Барри Алибасов втянул участников группы Нана в дикие сексуальные оргии. А Алёна Сверидова продаёт своё нижнее бельё. Это просто мерзко. В советское время пресса была рупором государственной пропаганды. За каждым словом следила цензура. В ней печатали речи генсеков на съездах, статьи про подвиги трудового народа. А в 90-е настала свобода. И стали писать про всё подряд. Про секс, ошибки власти, НЛО, бандитов и, главное, звёзд. Это был взрыв, это был впервые. И это было написано таким языком, что это правда задевало очень-очень много. Простые люди смогли засунуть нос в спальни своих кумиров. И многие звёзды страшно на это обижались. Суды, шантаж, угрозы и помощь бандитов. В отчаянных попытках отбиться от бульварной прессы артисты шли на всё. В 90-е на нашей эстраде появился персонаж, которого в эпоху застоя за такое демонстративное поведение на публике могли упечь в психушку или дать тюремный срок. Я любовь свою оставлю у подруга и небрежно улыбнусь в момент прощания, потому что никогда дитя порога не поют и в неподрочное создание. Все понимали, что это мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. И ещё недавно гомофобское общество приняло Моисеева с восторгом. Это вначале такой более яшный холод, а потом крик, крик, снятие вуали у дам. У мужчин тоже происходит что-то страшное. И не начинают совершенно по-другому реагировать на каждый жест, слово, тему и ту историю, которую я показываю во время шума. А сам артист говорил, что своим успехом обязан одному интервью, которое он дал в 93-м. Моисеев рассказал тогда о своей интимной жизни и сексе с партийными и комсомольскими боссами, которому его принуждали ещё в 70-е годы. Эти коммунисты и комсомольцы водили танцора в бане и хотели иметь с нами секс. Их страшно тянуло на всё это. И мы, молодые мальчики, играли в их игры. Нас заставляли это делать. Нас запугивали. Я очень доволен, что я имею карьеру, ту, которую я сегодня имею на сегодняшний день. И благодарен, говорю это открыто и заявляю всем вашим коллегам, я благодарен прессе, которая раздула из маленькой заметки в газете «Аргументы и факты» целую историю и биографию вот этого Бориса Моисеева. И Моисеев понял тогда, что для поддержания интереса масс нужно всё время выбрасывать на страницы газет очередные сенсации из собственной жизни. Ой, подожди, все говорят, что я п***. Значит, должно быть так, что у меня есть сын. Сын от литовской актрисы. Почему литовской? Да и п*** на это. Будь литовская актриса. От литовской актрисы. И он живёт в Польше. И он священник. И он со мной не общается. И порой артист заигрывался до такой степени, что сам верил в эти байки. Сказка о сыне пошла в народ. А спустя год после этого чёрный лебедь российской эстрады погрузился в депрессию. Говорю, что такое? Что случилось? Он мне совсем не пишет и не звонит. Я говорю, кто? Говорит, мой сын. Я говорю, ты с дуба рухнул. Мы его с тобой вдвоём придумали, сына твоего год назад. Забыл. Журналист татар Кушанашвили отличался залихватской наглостью и фирменным стилем выбрал эпатаж. Валерий Леонтьев был в шоке, когда телеведущий напал на его дворец и другие богатства. Какой-то невероятных размеров бассейн, в котором на дне видны даже зелёные бакмоты, пришпиленные гвоздями. Какие-то невероятные размеры автобусный ангар, в котором стоит 35 пушет, 25 автобусов. Почему? Почему? Вы сторонитесь светскости, а почему вы стали штатным персонажем светской хроники? А Примадонну Кушанашвили атаковал неприятными расспросами про свадьбу с Киркоровым, которая народу, по его мнению, совсем не понравилась. А вы грузин, наверное? А вы якобы, ну хорошо, да, грузин. Я понимаю вас, что вы волнуетесь. Ну, вы же журналист, поэтому мы должны быть немножечко спокойнее, ну чуть-чуть, потому что нервные клетки не восстанавливаются. С тех пор отношения Атара и Примадонны становились всё хуже и хуже. И кульминация наступила в декабре 96-го. В эфире телепрограммы «В постели с Андреем Вульфом» Атар убедительно рассказал о том, что однажды Пугачёва отказалась физировать его интервью с Киркоровым. И он за это отхлистал её листами с этим текстом прямо по лицу. Я был абсолютно в шоке. У меня не было даже тени сомнения в том, чтобы такую историю можно было придумать. На следующий день Пугачёва подала в суд за клевету и начала крестовый поход против жёлтых телепрограмм и прессы. В суд она явилась лично, вместе с молодым супругом Филиппом. Кушанашвили говорил, что будет бороться до последней капли крови. Но судьёй оказалась строгая женщина, которая была фанаткой Примадонны. И Атаре понял – надо сдаваться. Вы знаете ли вы себя виноват? Я не могу. Да, абсолютно. Я смотрю, прошло три минуты, и он уже бежит целовать руку Пугачёвой. Я просто хочу, чтобы сейчас ты ещё раз мне сказал «извините». И все разошлись, довольные друг другом. Кушанашвили извинился, Пугачёва пошла на мировую. Но через пару месяцев на Атаре Кушанашвили напали неизвестные граждане. И жестоко избили. За что? Не сказали. Я думал, что это были поклонники, которые таким образом отреагировали на неуважение Атара по отношению к Аль-Борисне. В 94-м вышла книга 25-летней журналистки Дарьи Асламовой, которая больно ударила по многим известным мужчинам России. В Москве находилась эта рукопись, и никто не хотел. Дрень такая. Я просил и понял, что это успех. Это интересно, это необычно. Мы заработали на ней десятки тысяч долларов, что в то время было очень хорошо. Дарья Асламова приехала в Москву из Хабаровска, закончила журфак и поставила себе задачу внедриться в круг звёзд и влиятельных политиков. И описала потом свои сексуальные приключения с ними. Ко всем она приходила. Пыталась с ними завязать какие-то отношения. Иногда эти отношения удавались. А потом написала всю грязь на них, которую только могла. Потому что она эту грязь и искала. Центральным героем книги стал знаменитый и один из самых красивых актёров Александр Абдулов. Был он в то время официально женат на Ирине Алфёровой. Но это не мешало его бесконечным романам. Абдулов умело ласкал под столом Майкалини. Момент Адама и Евы произошёл в кабинке женского туалета, куда он пошёл меня проводить под предлогом того, что я невозможно пьяна. Я абсолютно верю тому, что она написала об Абдулове, что всё так и было. Он был гуляк, он был ходок, он был ловелас. И об этом знала вся Москва. Дарья Асламова написала также про секс с Русланом Хасбулатовым, весьма влиятельным политиком в 90-е годы. Она дала понять, что интим случился прямо в Белом доме. И Дарья осталась им очень довольна. Будет, что вспомнить на пенсии. В этой комнате мы и занялись любовной зарядкой. И я была уже не я, а только дикое молодое животное, шепчущее похабные слова, чтобы подстегнуть воображение. Здесь самая хорошая и правильная позиция – не подавать в суд, а не замечать, не комментировать. Не комментировать. Не было, ну что-то не читал, не знаю, написал и пусть пишет, что хочет. Руслан Хасбулатов пропустил это мимо ушей и двинул дальше делать историю. А вот Александр Абдулов был в страшном гневе и объявил Асламовой и другим журналистам настоящую войну, которую вел до конца своей жизни. Что, слушай, их чушь собачья? Это помойка, понимаете? Но дыма без огня не бывает. Актер чуть ли не каждый день давал поводы для скандальных публикаций. Бурные застолья, угар в казино и ресторанах, бесконечные романы. Дошло до того, что он приводил своих подруг прямо домой, где его ждала несчастная Ирина Алферова. Они лишь на экране казались идеальной парой. Он настолько был непорядочен в отношениях женщин. Любите Алферова, возьмите лейбль, танцовщицу, которую он просто уничтожил. Она забеременела. Она его любила. Он отказал ей в ребенке. Он потом десятки раз отказывал в ребенке Алферова. Абдулов объявил через газету аргументы и факты. Хочу получить лицензию на отстрел журналистов. Но прессу это остановить не могло. Слишком уж яркий это был персонаж. Чего только в его жизни не было. Его изъезжала эта безнравственность, которой он занимался, понимаете? Абдулов не раз бросался на журналистов с кулаками. Изрядно потрепал ни одного папарацци. Он подбегает, и прямо вот в босс мне идет. Откуда я знаю, кто это? Я их спросил, кто вы, откуда? Они говорят, какая разница? Я говорю, какое издание? Они говорят, мы работаем на себя. Попал под горячую руку Абдулова и Атари Кушанашвили. Злость на журналисте актер сорвал после нескольких часов, проведенных в казино. Видимо, в тот вечер проиграл большие деньги. Хорошо, что мимо шла Кристина Арбакайте. Она бросилась на защиту Кушанашвили. Ее очень смешно, конечно, он меня бил. Он, во-первых, здоровее, антропометрический, как и там. Потом я был настолько... А как в ответ? Это Абдулов. И когда он меня ударил, я тут же упал, потому что очень тяжелая рука. В нулевые пресса продолжила писать о непотребном поведении артиста. И он начал с прессой судиться. Особо его возмутило, что было рассказано о его тайной гражданской жене Наталье Маляровой. Я бы на эту жизнь даже не посмотрел бы со стороны. Не посмотрел бы даже. Не могу какую-то красивую девочку отпечатать. Большой друг Абдулова и других российских звезд, продюсер Марк Руденштейн, тоже в обиде на прессу 90-х. Московский комсомолец прошелся по его детищу фестивалю Кинотавр. Я убежден, что город Сочи станет своеобразной меккой фестиваля. Поздравляю вас, дорогие друзья! В статье было написано, что хитрый Руденштейн купил всех в российском кино. И Абдулов, Янковский и другие звезды продались буквально за кусочек булочки. На Кинотавр, мол, все ездили, чтобы просто выпить и закусить на халяву. А Руденштейн греб миллионы. Чувство обиды оставалось, особенно у Янковского. Оставалось чувство, нет, у меня не было гипотруднического кризиса, хотя я выпил две бутылки водки. После суда с Пугачевой и нескольких мордобоев Кушенашвили стал осторожнее. Если перед ним была дама, лепил комплименты. Людмила Марковна, во-первых, должен признаться вам в любви. Но в 97-м на телеведущего снова напали, жестоко избили, а в завершении издевательски сбрили одну бровь и клок волос на виске. Я был у Атара уже через несколько часов. После этого я видел его, в каком он физически находится состоянии. Он был очень сильно избит. Очень сильно. И действительно он находился в таком абсолютно тяжелом физическом, психологическом состоянии. В 1988 году в умирающем Советском Союзе произошла трагедия, которая вызвала шок у всей страны. В столице Калмыцкой ССР в Элисте были заражены ВИЧ-инфекцией 75 детей. Тревожная весть пришла из Элисты, столица Калмыцкой АССР. До этого людям внушали – спид – болезнь гнилого запада. Заражаются проститутки, гомосексуалисты, бездомные и наркоманы. А тут заболели невинные дети. И несколько предприимчивых граждан убедили власть, что нужно специальное издание для профилактики страшной заразы. Так появилась газета «Спид-инфо», которая быстро забыла благородные цели и превратилась в удалой таблоид о сексе. Эта газета была уже в то время записана в книгу рекордов Гиннеса, как самая тиражная газета. У нее где-то тираж был самый большой – 5,5 миллионов. Создатели газеты заработали на неискушенных читателях фантастические деньги. В стране бурлила сексуальная революция, и спид-инфо читали в каждом семействе. Газета, с одной стороны, удовлетворила огромный интерес к ранее запретной теме, а с другой – занималась сексуальным ликбезом. Но именно с новой информацией… Извините, я в 16 лет не знал, что такое презерватив. В редакции газеты толпились звезды разного калибра. Считалось страшно престижным сняться для спид-инфо в обнаженном виде. Фотошоп тогда был примитивный. Декорации ужасными, заголовки – вершины пошлости. Но, как говорил Богдан Титамир, пипл хавал. Были взрывные обложки, что не успевали в киоски положить газету, как она уже сметала. Особо газета гордилась тем, что смогла заполучить эксклюзивное интервью Примадонны о семейной жизни с Киркоровым. И она рассказывала о своих неудачных попытках забеременеть. Это было такое откровенное, безумно откровенное интервью. И этот номер, который я помню, был очень популярен. Его просто разрывали на части буквально. И даже на черном рынке продавали эту газету. О том, смогут ли Пугачёва и Киркоров стать родителями, много писала и экспресс-газета. И это были немыслимые для советского прошлого вещи. Вообще, эта газета, о которой не хочется даже ее упоминать, она же, в принципе, для специально озабоченных людей. Прошла четверть века, но душевная рана, нанесенная Юлиану спид-инфо в 90-е, еще не затянулась. В начале карьеры ему очень повезло. Интеллигентного мальчика, душевно поющего романцы, взяла под свое крыло знаменитое Александра Пахмутова и написала ему патриотический хит «Русский вальс», который очень понравился Ельцину. Русский вальс, треви-ми круг, солнце пьют. Ну, я действительно счастливый человек, потому что в нашей стране я единственный из артистов, кто спел перед Английской королевой, и больше таких артистов не будет. Борис Николаевич Ельцин ей устроил небольшой концерт. Это было три номера, чтобы королева не устала. Он очень нравился жене президента и миллионам других российских женщин. Его трогательно опекала Нонна Мордюкова. Он даже одно время жил у нее на кухне. Горошенький Юлиан напоминал ей погибшего сына. То, что я запомнил навсегда, как я как-то приезжаю из института, приезжаю из института и открываю дверь, и вижу, как Нонна Викторовна клеит моментом мой ботинок. Она увидела, что у меня там отклеился ботинок, и она вот сгорбившись на кухне сидит и клеит ботинок. Но в конце 90-х газета «Спидинфо» опубликовала интервью артиста, которое вызвало шок его поклонниц. Он признался, что мужчины ему нравятся куда больше женщин. Жизнь сделала таким предательство девушек. Все женщины такие ветреные. Как мужчины понимают друг друга, женщина никогда не поймет. Они написали на обложке «Исповедь Голубого». Вот так. А вот это я ахнул. Какого Голубого? Какая исповедь? Что после этого случилось с Бахмутовой и Добронравовым, и словами описать невозможно. Сколько слез пролили влюбленные в Юлиана девушки? Как расстроились их мамы? Певец начал обвинять газету, мол, его оклеветали. Тогда руководство «Спидинфо», оно говорит, «Друзья мои, вот у нас есть интервью, заверенное этим певцом. Вот подпись его стоит». И так, и как бы все это было озвучено. Судиться с газетой Юлиан не стал. Говорит, что ему было просто противно. После скандального интервью он мог стать очень богатым человеком. Но сказал, что не продается. Мне предлагали 3 миллиона долларов со мной переспать. Причем это был мужчина, кстати. Похожая история, когда сексуальная ориентация артиста обсуждалась с миллионами граждан, случилась в 90-е и с Сергеем Пенкиным. Хочешь быть красивым, то надо, соответственно, конечно, стараться чего-то отказываться. Как-то терпеть надо. Он дарил людям праздник, поражал вокальными данными. И вдруг, бац, удар под дых. В СМИ появилась якобы пришедшая из Новосибирска телеграмма, в которой сообщалось, что общество гомосексуалистов Новосибирска избрало Сергея своим почетным членом и просит прислать его размеры, чтобы к гастролям пошить женское шелковое платье. И в отличие от Юлиана, Пенкин обратился в суд и поправил свой личный бюджет на 2 миллиона рублей. Статью про телеграмму от общества гомосексуалистов признали поклёбом. Не было ни общества, ни телеграммы. То есть это была провокация, затеянная для того, чтобы сорвать гастроли. В 90-е в лексикон наших граждан вошло слово «фанера». Даже именитые исполнители с прекрасными голосами открывали тогда на сцене рты под фонограмму. Спаси меня, так больше жить не хочется. У Муратара там сложная ситуация, там же была болезнь ещё очень давно, связанная со связками, и она давно поет в фонограмму. В общем, ни для кого толком, ни секрет. И организаторы концертов сами просили артистов. Какой живой звук? Ничего не выйдет. Техника была тогда примитивная и всё время давала сбои. Потому что невозможно было в таком потоке бешеном, да, несколько концертов в день, а на следующий город у тебя на следующий день, а потом ещё один город, обеспечить живое звучание. Да и это и не надо было никому. Но журналисты периодически нападали на артистов и обвиняли их в бессовестной халтуре. Прошлись по кабаре дуэт «Академия». Это такой камень уже в профессию, то есть обвинение в непрофессионализме. А потом вцепились в Филиппа Киркорова. Его назвали королём фонограммы. Филипп Киркоров наиболее яркий артист. Филипп Киркоров тогда мужа Богачёвы. Филипп Киркоров везде на ушах, на словах, на глазах. То есть Филипп Киркоров везде. Ну, естественно, понятное дело, что хочется сделать какую-нибудь гадость. Это абсолютно естественное желание. Гадость Киркорова сделал его давний оппонент, рокер Юрий Шевчук, который очень хотел, чтобы в стране приняли закон о фонограмме. И на афишах было написано, будет ли артист петь вживую. Шевчуку удалось достать концертную запись настоящего пения Киркорова в отключённый микрофон. Единственная моя, светом обручённая, светом обручённая. Но, давайте понимать, что в то время были гораздо более фанерные артисты, чем Филипп Киркоров. Были артисты, которые, в принципе, никогда не открывали рот. Больше всего досталось Лене Зосимовой. Её отец, маститый деятель шоу-бизнеса Борис Зосимов, очень хотел, чтобы девочка пела. Но у неё получалось плохо. Спасала фонограмма. Вот для меня это загадка. Но загадка не в том, что Лена такая, как бы, никудышняя артистка. А загадка, почему именно бедная Лена на себя приняла всю ненависть, которая должна была распределиться между, в общем-то, большим количеством людей, которые делали то же самое. В конце 90-х пресса вдарила, наконец, по группе «Мираж», создатели которой заработали сумасшедшие деньги. Газета написала, что Татьяна Мстеренко открывает фонограмму, даже не своём, а фонограмму, которая была записана Маргаритой Суханкиной. И на долгое время «Мираж» прекратил своё существование. Это вот была сила журналистики, сила одной статьи. В федеральном издании. Не стеснялась открывать рот под фонограмму и певица Натали. Её незамысловатые песни распевала тогда вся Россия. Девушка, она была популярная и полагала, что любая информация о ней – тоже реклама. Хотя статьи о ней были просто неприличные. Натали, я изнасиловала своего первого мужа. Слушайте, как она изнасиловала, стоит девушка такая беззащитная, закрыла руками. Что именно певица сделала с мужем, в статье не сказано. Но Натали говорит в ней, что после этого насилия родила ребёнка. Она была любимой героиней бульварной прессы. Что касается звёзд, то в то время писали очень много про личные истории. Они были интересны. И, конечно, если звезда какая-то рассказала, что у него там был роман на стороне, все с умилением, с восторгом узнавали о личной жизни. На советской эстраде было много ярких звёзд. Но рядовые граждане про их амурные дела ничего не знали. А в 90-е артисты были калибром явно помельче. Но читатели проживали вместе с ними бурную жизнь, полную пьянства, лихого секса и скандалов. И были очень рады. Есть бездарные артисты, которые ради пиана готовы там бесконечно теребеть за письку, за сиську, какую-то очередную якобы пассию или очередную якобы жену или мужа. Первым понял, как много пресса значит для успеха артиста главный авторитет российского жоу-бизнеса Юрий Айзеншпис. Я не буду тебя больше ждать И надеяться робко на чудо Всё это вот рождалось, собственно говоря, у меня практически на глазах. Когда так, ну с кем, с кем Влад, с кем должен быть Влад, Влад, с кем Влад? А с Ветлицкой. Значит, так, сейчас звоним Ветлицкой. Ветлицкой позвонили. Нет, Ветлицкая послала в жопу. Хорошо. Значит, кто у нас ещё? Так, так, так. Ну думай, 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 думай. Кого, кого он трахать может? Кого, кого? В редком издании Сташевский был в одежде. Айзеншпис всегда настаивал на голом торсе. Женил его на очень богатой девушке, а когда она бросила его подопечного, плодил слухи об их разводе. Но давать, как сказали бы сегодня, инфоповоды мог только сам всемогущий продюсер. Если какое-то издание начинало гнать от себя тяну, и она Айзеншпису не нравилось, то он приезжал в редакцию и обещал заживо закопать и главного редактора, и рядовых сотрудников. Я написал статью про Влада Сташевского не очень лицеприятное. Потому что считал, что это никудышный проект абсолютный. Айзеншпис меня выловил где-то в клубе, именно выловил. Прижал к стенке и прям на такой вот просто бандитской, криминальной фене начал мне просто угрожать. Да я тебя, да я тебя сгноблю, да твою голову найдут отрезанной в Москва реке. В 90-е люди пребывали в состоянии шока. Расплодились бандиты, варьё, аферюги всех мастей. Все подались в торговлю. Страна превратилась в огромную барахолку. Люди выживали. Люди стояли вдоль улиц, переходов. Кто-то хлеб продавал, кто-то молоко продавал, кто-то менялся этим всем. Улицы были забиты нищими. Мимо них проезжали на дорогих иномарках новые хозяева жизни. И одна газета опубликовала сенсационную информацию. В нескольких школах был проведён опрос на тему «Кем вы хотите стать?». И многие мальчики ответили, что бандитами. И ещё больше девочек заявили, что хорошо бы быть проститутками. Продажная любовь стала главной темой бульварной прессы, потеснившей все серьёзные издания. Сутенёры, проститутки всех мастей и их клиенты. Бордель под водой. Развлекуха новых русских. Русские путаны покоряют Париж. Тема продажной любви шла на ура. Это журналист Лариса Кислинская. Её в 90-е тоже причислили к жрицам любви. И история была очень громкая. Первый раз Кислинская громко заявила о себе в 92-м году, когда ярко расписала в газете «Советская Россия» день рождения крупного криминального авторитета. Почётным гостем на нём был Иосиф Кобзон. В 90-е с бандитами общались многие звёзды кино и эстрады. Криминальные авторитеты давали им крышу, чтобы у популярных артистов не отнимали гонорары члены разных ОПГ. Помогали решить вопросы, если артисты вдруг начинали какой-то бизнес. И они правили. Они правили страной реально. Обнищавшие и невостребованные сидели с героями криминального мира просто потому, что им нечего было есть. Пока ещё не поздно нам сделать что-то. Остановку! Правильно! Кондуктор! Нашли на тормоза. Надо понимать, что мы шуты. Мы развлекаем тех, кто нам платит за этот день. Ну, собственно, при всей власти не трогали кого? Артистов, конюхов и проституток. Мы продаём всё за деньги. Очень близок был с богемой Атар Квантришвили, один из самых влиятельных крёстных отцов начала 90-х. Он разбогател, предлагая крышу нового формата в виде вполне себе легального фонда, в который бизнесмены тащили огромные деньги. Рулил несколькими теневыми бизнесами. И его другом был Иосиф Кобзон, который до конца своих дней говорил про Квантришвили с уважением и любовью. Его уникальность, в отличие от других, заключается в том, что он выполнял какую-то связную роль между чиновниками и уголовниками. Потому что никто из, скажем так, известных криминальных авторитетов не мог в открытую дружить с милицейскими генералами, известными артистами, депутатами и так далее. Кобзон говорил, что никогда не имел никакого совместного бизнеса с Квантришвили. Они просто вместе занимались благими делами, помогали детям-сиротам, музыкантам, спортсменам. Живу, говорил певец, не нарушая законов. Я ничего не крышевал, я ничего не отжимал, я не получал долю с торговли оружием и наркотиками. Он всегда очень болезненно относился ко всем обвинениям такого рода. И тут Кислинская и ее обвинения в связи Кобзона с криминальным миром. Народный артист Советского Союза подал иск о защите чести и достоинства и отчехвостил журналистку в газете. Эта девица ведет достаточно свободный образ жизни. Пьет и курит. У нее сочетаются хорошо две древнейшие профессии. Журналистка, оскорбившись, подала на мэтра ответный иск и выиграла его благодаря одной единственной бумажке. В те годы всех проституток штрафовали и ставили на учет в милиции. Я ей сказал, возьми справку, что тебя в базе данных нет. Значит, мы устно заявили, что она не пьет и не курит. С курением не знаю, с питьем сомневаюсь. И процесс мы выиграли. Вот эта справка важную роль сыграла. Кислинская отсудила у певца 500 тысяч рублей. Но тот выиграл больше – 3 миллиона. Но потом с ней помирился и подарил кислинской букет орхидей. А в 94-м был убит от Ари Квантришвили. Его застрелили буквально дней через пять после того, как мы с ним провели решающие переговоры. Он разговаривал так – или, значит, комсомолка будет меня слушать и так далее, или, значит, я тебе ничего хорошего не обещаю. И моя задача была выстраивать с ними отношения, договариваться, идти на встречи, быть гибли. Иначе меня бы застрелили. Проститься с Квантришвили пришли многие звезды шоу-бизнеса. Но журналисты по-прежнему клевали за связь с ним только Кобзона. А в конце 90-х на него напала иностранная пресса. К народному артисту СССР прилепили звание царя русской мафии и грёстного отца российской эстрады. Суд на этот раз Иосиф Давыдович подавать не стал. Он был отключён от Америки. Возникли проблемы с посещением Израиля. Дочка, по-моему, не смогла в Америке завершить образование. Вернулась в Москву и заканчивала здесь. В начале 90-х газета «Мегаполис Экспресс» писала об общественно-политической жизни и считала серьёзным рупором демократии и либеральных ценностей. Но жизнь издания сломал 93-й год. После этих событий интерес к газете у граждан пропал. Столько было великолепных слов, столько интересных и статей, и рассуждений. И что? И пшеки. Страшное обнищание, разруха. И люди перестали даже разговаривать на политические темы. Пиражи пошли резко, пошли вниз. Резко у всех пошли вниз. И тогда редакторы придумали новый слоган «Экзотика городской жизни» и провозгласили правила, чтобы у читателя вынесло к чёртовой матери мозги. Пошли статьи с названиями за гранью советских норм морали. Не то, что смелые, а, как говорили тогда, ниже Плинтуса. Там просто настолько уж мерзопакостное издание, что просто куда бежали. В то время одной из главных поп-групп была знаменитая Нана. Рыдающие от восторга поклонницы буквально рвали артистов на куски. Попасть в группу поближе к сексапильным телам мечтали тысячи девушек. И 18-летняя Алёна Снежинская была страшно счастлива, когда её принял на работу Барри Алибасов. Мы приехали с очередной гастролей, и нам её представили как пресс-ташек. У меня было впечатление, что она была влюблена во всех ребят, а очень сильно влюблена в Барри Каримыча. Барри Каримыч тогда был очень хорош собой и сказочно богатым человеком. Алёна хотела славы и успеха. И чтобы всесильный продюсер обратил на неё внимание не как на подчинённую, а красивую молодую особу. То, что с Алёной произошло, это, конечно, крайне страшная, неприятная вещь. Жёлтая пресса в 90-е не щадила никого. И помимо звёзд шоу-бизнеса, обижала людей по принципу «лишь бы был известный». В 90-е досталась даже знаменитой и титулованной балерине Майи Плесецкой. Конечно, сенсация сама по себе. У Майи Плесецкой есть тайная дочь. Об этом страна узнала из публикации в «Московском комсомольце». И многие в это поверили. Плесецкая была оскорблена, детей ей бог не дал. Всем это было известно. А тут какая-то девица заявила, что балерина родила её 20 лет назад. Отдала в чужую семью прямо в роддоме. Майя Михайловна подала на газету в суд. Ей даже пришлось представить справку от врачей о том, что она никогда не рожала. Но Фемида оценила её унижение просто в смешную сумму. Сюда эти газеты выплатены всего лишь нам всего 10 тысяч рублей. Невероятный бред был опубликован и про знаменитого певца Александра Вертинского. Вся страна знала его двух дочерей, Мариану и Анастасию. Но в 90-е нарисовалась какая-то 67-летняя Галина, которая назвала себя тайной дочерью артиста. Интервью с ней опубликовала газета «Мегаполис Экспресс». Галина заявила, что Мариана Вертинская – самозванка и мошенница. Что у артиста было 8 дублёров, и один из них убил его. И в могиле певца совсем не он. Вдова Вертинского и настоящие дочери были просто в шоке от этого несусветного бреда. И в редакцию «Мегаполиса» пришёл иск на 142 миллиона рублей. Вопрос был не денежный, не озолотиться. Здесь речь о том, чтобы пресекать такие действия. Но семья Вертинского проиграла и ничего не получила. Подать в суд нужно было на юридическое лицо. А им была вовсе не газета «Мегаполис Экспресс», а издательство с таким же названием. Но защита Вертинских этого не знала и допустила промах. А у газеты юрист был куда хитрее. Я просто обманывал наших процессуальных противников. Обманывал их юридически, технично. Через полгода работы у Барри Алибасова пресс-секретарь Алена Снежинская вдрызг разругалась с женой одного из солистов группы «Нана». А потом её заподозрили в краже денег. Из звёздного коллектива она ушла и устроилась в газету «Мегаполис Экспресс», пообещав сенсационные материалы. И вскоре вышла статья, которая возмутила и Алибасова, и, само собой, его подопечных. Ну, собрала всё, причём в раё полное. Описание, значит, их интимной жизни сексуальной, которая состояла в основном из секса с проститутками, либо поклонницами. Снежинская написала, что Барри Алибасов буквально третирует нанайцев и держит их в рабстве. Просто-напросто. Можно было бы написать «затюканные кумиры», но «затюканные кумиры» не звучит. Правильно? А ещё Снежинская уверяла читателей, что Алибасов ради саморекламы симулирует любовные отношения с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. И извила насчёт псевдодружбы парочки и актёра Станислава Садальского. В статье был описан такой смешной эпизод. Звонит Садальский в штаб-квартиру Барри на Арбате. Кто-то из нанайцев подходит к телефону, и Садальский спрашивает, а где эта старая «Б»? Ну, не будем называть это слово, скажем, бабушка. Тот кричит, Лидия Николаевна, вас к телефону! Сегодня Барри Каримович и всенародно любимая актриса говорят, что их отношения длятся четверть века. В конце 2018-го они удивили Россию походом в ЗАГС. Барри Алибасов и Лидия Николаевна Федосеевича. Жена наконец-то сочетаются с законным браком. Ура! 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 Срежиссированное отношение между Алибасов и Лидией Николаевной это просто... это... это глупость! Глупость высочайшая. Но все испортил квартирный вопрос. Этой весной, получив квитанцию за коммуналку, Шукшина обнаружила. Ее единственная жилплощадь, квартира в Новой Москве за 10 миллионов рублей, теперь принадлежит помощнику Алибасова. Оказалось, двушка перешла ему по дарственной от самой Шукшиной. Актриса уверяет, она подписала документы вслепую. Супруг обманул ее. В ответ адвокат Алибасова обнародовал видео, призванное уличить народную артистку во лжи. Можешь сказать, я подписываю? Не мешайте мне. Я подписываю добровольную. Добровольную. Все, все подписано, подписи настоящие. Тем более, я жива в адеквате. Теперь в деле разбирается Следственный комитет. Сама парочка продает свои интервью различным телеканалам. А публика задается вопросом, а не постановка ли это, чтобы заработать денег и привлечь к себе угасающее внимание. Сегодня на сомнение в его светлых чувствах к Лидии Федосеевой и Шукшиной Алибасов не реагирует. А в 90-е он потребовал опровержения и выплаты почти 3 миллиардов рублей убытков ввиду того, что эта публикация стала причиной расторжения с группой семи очень выгодных контрактов. Судебное заседание было достаточно странное, очень странное, когда посреди процесса судьи просили группу Нана и Барри сфотографироваться вместе с ними. Адвокат, защищавший газету, узнав, сколько якобы потерял продюсер, отправил информацию о супердоходах группы Нана в федеральную налоговую службу. И в памяти многих осталось собрание, которое провел починок с приглашением Алибасова и других известных артистов эстрады о том, чтобы они так глупо не засвечивались. И гонорары все получали, извините, Налом Черным. И никто не сильно там платил налоги с ним. Иск был удовлетворен частично, но суммы все равно были страшные. По 30 миллионов рублей Алибасову и Федосеевой Шукшиной в пользу четырех участников группы Нана по 10 миллионов. И автор статьи Алена Снежинская утверждала, что помимо этого ей звонили с угрозами и обещали страшно отомстить за клевету. Конечно, Алибасов ее припугнул. А кто же? В первую очередь это был он. Ее имя не сходило с его уст. Мне кажется, он засыпался с мыслью о Снежинске. А потом на Снежинскую напали в подъезде дома. Ей выстригли клок волос и изрезали бритвой лицо. Кто это сделал, милиция установить не смогла. Девушка была изуродована, получила страшную психологическую травму. Я не могу обвинять Барри Алибасову в этом по одной простой причине. У меня нет внятных доказательств этого. Что я подозреваю, это мое внутреннее дело. Я вполне допускаю, что газета тоже могла выяснить отношения со Снежинской, потому что все-таки Снежинская их подставила. Алена Снежинская умерла, когда ей было всего 33 года. Кровоизлияние в мозг. Врачи ее спасти не смогли. В 90-е профессия корреспондента бульварной прессы казалась прибыльной и очень интересной. Но цена у этих сенсаций часто оказывалась слишком высокой. В связи с тем, что с Аленой произошло, конечно, говорится, тут не то чтобы статью, а бы целый номер зачеркнул и не стал бы выпускать. Продолжение следует...